Приветствую вас, дорогие ученики! Откройте свои тетради для контрольных работ по русскому языку. От предыдущей работы отступаем две строки. Но если вы начинаете писать с новой страницы, ничего отступать не нужно. Пишем сразу же на первой верхней строчке. Запишите посередине строки сегодняшнюю дату, число и месяц. На следующей строке посередине запишите название вида работы. Контрольный диктант. Напоминаю, что заглавие пишется посередине строки, точка после заглавия не ставится. На третьей строке запишите заглавие диктанта. Весна. Напоминаю, предложение пишем всегда с большой заглавной буквы. В конце предложения ставим такие знаки припинания. Точка. Знак восклицания. Вопросительный знак. Прежде чем начать писать диктант, прослушайте полностью весь текст. Весна. Над полями и лесом все ярче светит солнышко. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лед. Прилетели белоносые грачи и стали поправлять свои старые гнезда. Зазвенели по скатам ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. Прилетели и первые скворцы. Прежде чем начать писать предложение, прослушайте сначала его полностью. Над полями и лесом все ярче светит солнышко. Первое предложение диктанта пишем с абзацем. С красной строки начинаем писать первое предложение диктанта. Над полями и лесом. Полями и лесом. Над полями и лесом. Полями и лесом. Лесом, 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 над полями и лесом, и лесом, всё ярче, лесом, всё, лесом. Лесом, всё ярче, всё, всё, лесом, всё ярче, всё, всё ярче, 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 всё ярче. Светит. Ярче светит. Всё ярче светит. 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 Солмишко. Ярче светит солнышко. Светит солнышко. 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 Ярче светит солнышко. Ярче светит солнышко. Ещё раз прослушайте предложение полностью и проверьте. Над полями и лесом всё ярче светит солнышко. Прежде чем начать писать предложение, прослушайте сначала его полностью. Потемнели в полях дороги. Начинаем писать следующее предложение. Потемнели в полях дороги. Потемнели, потемнели в полях. Потемнели в полях. Потемнели в полях дороги. Полях дороги. Потемнели в полях дороги. Еще раз прослушайте предложение полностью и проверьте. Потемнели в полях дороги. Прежде чем начать писать предложение, прослушайте сначала его полностью. Посинел на реке лед. Начинаем писать следующее предложение. Посинел на реке лед. Посинел на реке. Посинел на реке. Посинел на реке лед. Посинел на реке лед. Посинел на реке лед. Еще раз прослушайте предложение полностью и проверьте. Посинел на реке лед. Прежде чем начать писать предложение, прослушайте сначала его полностью. Прилетели белоносые грачи и стали поправлять свои старые гнезда. Начинаем писать. Начинаем писать следующее предложение. Прилетели белоносые. Прилетели белоносые. Прилетели белоносые грачи. Прилетели белоносые. Прилетели белоносые грачи. Прилетели белоносые грачи. Грачи, грачи, прилетели белоносые грачи, грачи и стали, и стали, и стали поправлять. Стали поправлять. Свои стали поправлять. 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 Свои старые гнезда. Старые гнезда. Поправлять свои старые гнезда. Свои старые гнезда. Еще раз прослушайте предложение полностью и проверьте. Прилетели белоносые грачи и стали поправлять свои старые гнезда. Прежде чем начать писать предложение, прослушайте сначала его полностью. Зазвенели по скатам ручьи. Начинаем писать следующее предложение. Зазвенели по скатам ручьи. Зазвенели по скатам. Зазвенели по скатам ручьи. Зазвенели по скатам. Зазвенели по скатам ручьи. Зазвенели по скатам ручьи. Зазвенели по скатам ручьи. Зазвенели по скатам ручьи. Еще раз прослушайте предложение полностью и проверьте. Зазвенели по скатам ручьи. Прежде чем начать писать предложение, прослушайте сначала его полностью. Надулись на деревьях смолистые почки. Начинаем писать следующее предложение. Надулись на деревьях. Надулись на деревьях. На деревьях. На деревьях. На деревьях. На деревьях. На деревьях. На деревьях смолистые, 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 смолистые почки. Смолистые, смолистые, смолистые почки. Смолистые, 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 смолистые. Почки, 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 почки. Смолистые, 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 И последнее предложение. И первые, и первые, и первые, прилетели и первые скворцы. И первые, 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 первые скворцы. Скворцы, первые скворцы. Скворцы, скворцы, скворцы. Первые скворцы, скворцы. Еще раз прослушайте предложение полностью и проверьте. Прилетели и первые скворцы. Закончили писать последнее предложение нашего диктанта. Прослушайте полностью весь текст диктанта и проверьте еще раз свои записи. Весна. Над полями и лесом все ярче светит солнышко. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лед. Прилетели белоносые грачи и стали поправлять свои старые гнезда. Зазвенели по скатам ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. Прилетели и первые скворцы. Закройте ваши тетради и положите на край стола.